Нет, другое про штаты. Это я начал. Ну ладно, давайте говорим про штаты. Изначально, когда российское приложение не вышло, значит, я попробовал создать аккаунт на американском. Американское приложение, оно не работает. Он увидел айпишник, с которого ты хочешь что-то сделать. Да. И все, и сблокировал. Нет, приложение скачалось, установилось. Но в настройки инструмента не заходит. Это по ходу прописанного программы изначально. Да, то есть американская программа не работает. Так же и у нас будет. Я думаю, что и путь с точностью наоборот. То есть наше приложение с их оборудованием работать не будет. Хочешь покупать? Покупай российское. Да. А если он купил и уехал? Ну и пускай ездит. Кто тебе мешает? Продай со своим самоваром. Да. А количество человек, которые могут быть подключены к машине не ограничено. Пользователи. То есть я почему говорю, что блокировок никаких нет. Пусть продаст его и аккаунт свой. Единственное, там одновременно не могут два человека существовать, разключены к машине. Потому что если второй человек начинает подключаться к этой машине, зависают оба. Кто-то кого-то пытается выбросить. То есть желательно этого не производить. Один аккаунт со 100 компьютеров. Ну да. То есть даже с телефонов. То есть если работают два человека рядом. У них машины, естественно, разные. Там середины разные. То есть они в принципе не… Но если кто-то попытается подключиться к этой машине, то есть кого-то выбросят из соединения, а кто-то подключится. То есть два одновременно не смогут работать с оператором. То есть кто-то один. То есть если в Штатах приобрели инструмент, здесь человек уже не может воспользоваться, скажем так, всем… Мы не проверяли. Я проверял… Человек хочет… Американское приложение с нашим инструментом. То есть произошла такая ситуация. Значит мне пришел демо-инструмент, но наш российский выход приложения задержался. То есть был уже инструмент у нас как бы оживьем, но не было приложения. Мы, значит, попробовали, естественно, попробовали скачать американское приложение. Да. Скачали американское приложение. Все, она видит инструмент. Все нормально как бы. Но в настройки входить не позволяет. То есть как только нажимаешь настройки, вылетает обратно в карточку инструмента и все. Ничего делать с инструментом не позволяет. Я говорю, я допускаю, что может быть это будет наоборот. Люди все думают, я куплю дешевый инструмент намного, а эта система будет использоваться бесплатно. А если… Ну, скорее всего… Не получится. Скорее всего не получится. Я говорю, вот с инструментом, чтобы… Инструменты не ремонтируем здесь в основном, да, когда в Штатах покупают? Нет, конечно. Вот. Почему должны это… Почему так будет? Ну, наверное, заблокируешь. У него не было возможности. Недавно человек позвонил и говорит… Ну, заблокировать его вряд ли. Ну, я имею в виду заблокировали… Помнишь, звонил человек, это… Говорил, купил себе шуповерт. Фуил два. И… Ну, без звонки, по-моему, еще системы. И… У него же томался редуктор на рыбалке. Говорит, дал друзьям, а друзья крутили эти… Ледобур им, шуповетом. Ну, это нормальное явление. Да. Восемидесятка. Просто здоровый какой-то диаметр, он не предупредил их друзей. И у него все, он сгорел, он разобрал его. Он говорит, вот редуктор весь металлический. Одна шестерня, одна деталь, она пластмассовая. И она и развалилась. Вот я вам объясню, в чем суть. Вы видели, как планетарка выглядит у шуруповерта? И что там за фторопластовое кольцо вы видели? Нет. Для чего оно нужно? Нет. Это фторопластовое кольцо, оно вот так по кругу. Шестеренка такая, а внутри зубчики на ней. Да. Это кольцо, которое плавает. Оно переключает передачу. Что сделали эти люди? Эти люди просто на ходу переключили на нем передачу. Ну да. И его просто связало это кольцо, как бы. Все. И, соответственно, человек вот эту копеечную запчасть… А мы скачали здесь, как его, взрыв схему? А, американскую взрыв схему. Нету, нету. Только в сборе поставляется редуктор. Редуктор в сборе, да. Вот и все, да. Человек просто попал там на гений, нормально. Ну а что делать? Почтил шума его, да. Что делать? Друзья, я попал. Да, коды американских запчастей с нашими не совпадают. Некоторые сервисы отказываются, может быть, даже и готовы были бы пойти навстречу людям, которые сломали американский инструмент. Коды во взрыв схемах не совпадают на запчасти. Поэтому просто люди отказываются. Мы не берем… Они как мы не берем на себя ответственность, нам это не надо. Так. Потому что запчасти довольно дорогостоящие и… Ну да. И кому дополнительных головной боль, естественно, испытывать не хочется. Это, естественно, прямой отказ. Ремонт. Так что, пользуйтесь. Пользуйтесь.